Урал Вместе с Лао Ши Проехал мой хороший друг Маймулин Первой остановкой в нашем маршруте Был местный монумент Границы Европы-Азии Он расположен около села Тарасково 15 километрах от Новорайска Моего родного города Это место почти неизвестно туристам Так что Лао Ши Вполне может считать себя Первой китаянкой посетившей его Затем мы отправились на наш городской пруд Он был создан еще в 18 веке Для нужд местного завода Сейчас он обеспечивает водой город И служит местом летнего отдыха для его жителей Также мы гуляли по парку Дома отдыха Который находится на берегу пруда Плотно позавтракав и отдохнув Мы направились к заключительной цели Нашего путешествия Невьянской наклонной башни Невьянск был построен в 1701 году На год раньше Санкт-Петербурга Перед въездом в город Стоит арка из красного кирпича и чугуна На которой изображены возраст и герб города На гербе изображены символы Невьянска Наклонная башня Демидовых Три лосы Объятая пламенем пирамиды пушечных ягер Рядом с золотыми куполами церкви Возвышается белая наклонная башня Она как маяк привлекает туристов в город Согласно записям Падающая башня была построена в 1721-1725 годах А кирпичем Демидовым Самым богатым и влиятельным дворядином города Высота башни составляет 57,5 метров Основание представляет собой квадрат Со стороной длиной 9,5 метров Если встать перед статуей Демидова И использовать церковь в качестве ориентира То будет заметно, насколько накренена башня 21 сентября 1720 года Петр Великий пожаловал Никите Демидову Владельцу фабрики в городе Немьянске Дворянский титул После чего семья Демидовых Приступила к строительству башни Башня была построена 1 января 1725 года И стала культовым сооружением города Нет точной информации о том Кто был архитектором башни Но многие считают, что это был сам Демидов Башня имеет в общей сложности 9 этажей Гид рассказал, что первый этаж это тюрьма Где содержались заключенные Он отворил двери в темное помещение А когда зажег свет, мы увидели подвал Где трое восковых арестантов Ковали железо для чеканки монет Они были закованы в кандалы Рядом стояли Демидов и надзиратель Говорят, что Демидов добывал золотую и серебряную руду На алтайских хрудниках И тайно подделывал монеты А также изготавливал собственные Второй этаж колокольни Упирается в железную дверь Проводник открыл железную калитку И порвел нас внутрь Слева виднелась толстая низкая железная дверь Запертая на тяжелый железный замок Наш гид открыл железную дверь За которой виднелся узкий проход Мы быстро последовали за ним К секретной лаборатории В лаборатории было только одно окно На котором лежали ножи-воскогубцы Исследователи обнаружили в саже остатки золота и серебра И пришли к выводу, что Демидов вплавил здесь золото и серебро Выйдя из личного кабинета Мы поднялись на платформу четвертого этажа По винтовой железной лестнице снаружи На платформе много железных балок с течением 190 на 145 мм Считается, что это первый случай в России Когда использовались сжатые чугунные балки и железные прутья В соответствии с принципами возведения современных железобетонных конструкций В будке на четвертом этаже зала Выставлены часы, способные сыграть несколько музыкальных партитур Первоначально механизм был настроен на 18 британских мелодий А в 19 веке была добавлена русская песня «Боже царя храни» С 1985 года по настоящее время Там можно услышать классические фрагменты оперы Ивана Сусанина «Слава» Деревянная лестница на шестой этаж очень крутая Боковая дверь слева ведет комнату управления механическими часами Здесь очень высокий потолок Так как седьмой и восьмой этажи соединены вместе Мы должны были подняться по необычайно узкой деревянной винтовой лестнице Чтобы добраться до верхнего этажа Верхний этаж открыт для ветра Стоя там, невольно ловишь себя на мысли, что башня на самом деле падает С верхушки башни открывается прекрасный вид на Невьянск и реку Ниева Оттуда можно в деталях рассмотреть весь этот маленький городок Вот наше путешествие подходит к концу По дороге на вокзал мы остановились в одном из лучших кафе моего города – Урома Там мы вкусно поели и обсудили впечатление от поездки по Уралу Финальной точкой нашего маршрута стал вокзал поселка Верхневецкого В ожидании поезда мы рассматривали окрестности и наслаждались видом А вот и наш поезд Спасибо, что провели с нами этот чудесный день Я надеюсь, что больше китайских туристов приедут насладиться красотами Урала Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!